Итак, новость, которая мне показалась наиболее важной на уходящей неделе, это, конечно, взрыв, гигантский взрыв на складе вооружений и ракетно-артиллерийских в Тверской области России в городе Тропец или Торопец. Я не знаю, как правило его произносить. Там, по официальной информации, хранилось около 30 тысяч тонн разных боеприпасов. Это довольно много. Если перевести на снаряды, я прикинул, что если взять снаряд, допустим, что он весит оцентнер, то есть 100 килограмм, то 30 тысяч тонн это 3 миллиона снарядов. Это реально много, это очень много. 3 миллиона снарядов это, знаете, примерно весь годовой выпуск всей российской военной промышленности, выпускающей артиллерийские снаряды. То есть это на самом деле очень много, это больше даже, чем Северная Корея, Иран поставили России за все время полномасштабного вторжения. То есть гигантское циклопическое количество снарядов было уничтожено, повреждено, сожжено и так далее на этом самом складе. То есть представьте себе, вся российская промышленность, снарядная, которая росла огромными темпами в последние месяцы, все вот ее производство, хоба, за пару дней исчезло. Но еще есть такая деталь, приятная для нас с вами, она заключается в том, что снаряд основного российского калибра 152 миллиметра, он артиллерийский снаряд, он весит не 100 килограмм, а примерно 55 килограмм. То есть это еще больше снарядов. Ну а 122 миллиметровый снаряд, это как бы вторая по важности, наверное, артиллерийская единица в России, это примерно 21 килограмм весит снаряд. То есть, иными словами, если мерить в снарядах, то уничтожено примерно 6, может быть даже 10, от 6 до 10 миллионов снарядов, может быть и больше. В результате этого взрыва, 6-10 миллионов. То есть, ну обычно, когда приходят новости о передаче Украине снарядов, помните, Чехия там какую-то инициативу собирала, миллион снарядов. И то непонятно, до конца непонятно, чем эта инициатива закончилась. Германия недавно объявила о передаче Украине 60, по-моему, тысяч снарядов. То есть, ну, какие-то совсем другой даже порядок цифр, чем вот тот, с которыми мы имеем дело на этом самом складе. Ну, это если мы считаем в самом простом, в самом дешевом, в артиллерийских снарядах, то есть 10 миллионов снарядов. А если мы считаем в других, так сказать, единицах, то может получиться еще круче. Почему? Потому что, судя по взрывам, которые в этом трапце попали на камеру, то есть на многочисленные видеозаписи было видно, там взрываются с характером, салютоподобным фейерверком таким, по грибам огромным, которые вырастали эти, похожие на ядер, но только, конечно, чуть меньше. Значит, там взрывались не только снаряды, к чему это все это, там взрывались и более серьезные боеприпасы других типов и калибров. Ну, например, точно известно, что на этом складе хранились боеголовки для тактических ракет Искандер, там каждый из этих боеголовок несколько сотен килограмм весит. Также там же хранились ракеты для ПВО, а каждая ракета ПВО это, знаете, минимум миллион долларов, минимум, потому что есть дороже, дешевле не бывает, если только это не переносные зенитные ракетные комплексы, конечно. Так вот, и каждый Искандер это десятки миллионов долларов, то есть там в деньгах, если мы будем пересчитывать уничтоженные снаряды, там счет идет на миллиарды долларов, если не на десятки миллиардов. Ну, и смотрите, для России, конечно, потеря этого склада это огромная проблема, но было бы, конечно, для них даже, можно сказать, счастьем, если бы там только артиллерийские снаряды взорвались, потому что там потери, видимо, гораздо хуже, там на порядок хуже из-за того, что там взрывались вот эти более мощные, более серьезные, более технически сложные боеприпасы. Понимаете, потому что ракета, система ПВО, там сама взрывчатка мало чего стоит, в сравнении с тем, что стоит система наведения, система прицеливания, свой-чужой, плюс ракетный двигатель, плюс все вот это, это, конечно, стоит, ну, собственно, поэтому они так дорого и стоят, там, по миллиону больше долларов. Мне тут кто-то может возразить и по делу возразить, что там, вероятнее всего, на этом складе взорвались не все запасы, которые там хранились, а частично, почему? Потому что они же там как бы не в одном помещении лежали, а во многих, в десятках разных помещений, в кучках разных, и, возможно, что-то не взорвалось из-за этого, то есть там, типа, огонь не перекинулся и что-то осталось нетронутым. В принципе, скорее всего, так и есть, скорее всего, действительно, там остались какие-то снаряды нетронутыми. Но, во-первых, на снимках из космоса, которые уже появились, прекрасно видно, что уничтожено, в результате вот этого попадания украинских дронов, было уничтожено не одно хранилище, а много разных хранилищ, причем некоторые полностью, как говорится, вырваны с корнем, там сожжено полностью все, некоторые частично, но, в общем, можно сделать достаточно разумное и правильное предположение о том, что те снаряды, которые не попали там в эпицентр взрыва, не взорвались непосредственно, да, то они, или которые раскидало там по местности, эти снаряды были помяты, повреждены, может быть, там треснуло что-то, может, там потекло в нем, или в ракете какой-нибудь, да, такое топливо вытекло из него, или что-нибудь еще из этой серии. Короче говоря, все те снаряды, которые, кажется, вроде как вот он лежит нетронутый, или там где-нибудь в лесу лежит, его там отбросило в лес, и вроде как можно использовать, на самом деле использовать нельзя, почему? Потому что такие снаряды, пережившие такой катаклизм, там, естественно, представляете себе, в эпицентре взрывов какое давление было и все остальное, какая температура, в общем, такие снаряды могут в любой момент сами по себе взорваться, сдетонировать, и эти снаряды надо утилизировать, то есть, конечно, я не удивлюсь, если российское командование скажет, что все те снаряды, которые с виду более-менее нормально выглядят, все равно отправляйте на фронт, может быть такое, не будем, так сказать, преувеличивать заботу российского командования о своих военных, но если такие случаи будут, то эти снаряды часто будут просто взрываться еще до того, как они попадут в пушку. То есть, утилизация этих снарядов, скорее всего, будет происходить, то есть, я именно к чему это все веду, к тому, что использовать даже то, что вроде как будто и не повреждено, скорее всего, будет нельзя. Ну и что еще важно, разрушена там, на этом складе инфраструктура, логистическая инфраструктура, то есть, железнодорожные пути, на которых, по которым подвозили снаряды, ракеты и все прочее, краны, погрузчики, вся электропроводка, электросеть, там же все это естественное электричество, все это сожжено, уничтожено, взорвано, все заново надо делать. Что-то попытаются, конечно, восстановить, но многое восстановление уже не подлежит. И, в принципе, даже восстанавливать, когда туда придут люди что-то делать, восстанавливать там что-нибудь, можно будет только после хотя бы минимального разминирования территории. Вы же понимаете, там все в буквальном смысле усеяно взрывчаткой и неразорвавшимися или полуразорвавшимися снарядами, ракетами, бомбами. Плюс там потекло ракетное топливо, там все это еще заражено этим топливом, это просто ядовитое топливо ракетное, если кто не знает, супер ядовитое, это очень опасная субстанция. Поэтому, на мой взгляд, на несколько месяцев, если не несколько лет, склад этот функционировать не будет. И после таких масштабных разрушений, после таких взрывов, которые там были, понадобится огромное время и огромные вложения, огромные деньги, чтобы реанимировать, заставить этот склад опять привести в какое-то божеское состояние, чтобы он опять мог работать. При этом, самое интересное, я сегодня почитал новости, там взрывы продолжаются до сих пор, там все еще горит что-то и что-то взрывается, то есть это еще дело не закончилось. Там в любой момент, знаете, что-нибудь не то взорвется и опять по новой понеслось. Помните, как было недавно с этими, с нефтехранилищами, там вроде как потушили, потом бах, еще один взорвается, одна цистерна и поехало все по новой. Так вот, арсенал главного управления артиллерии и ракетных войск вооруженных сил Российской Федерации, вот этот главный арсенал, вышел из чата, как говорится, надолго, если не навсегда, функционировать он не сможет в ближайшее время, по крайней мере, функционировать в прежних объемах. Как вы понимаете, этот арсенал строился как раз, он недавняя постройка, 18-го года, то есть он относительно новый, строили его как раз в расчете на приближающуюся войну, он строился для того, чтобы служить огромным логистическим хабом для будущей войны. То есть он мог обслуживать как западное направление, имеется в виду страны Балтии, я не сомневаюсь, что туда тоже готовилось, а может даже и сейчас готовится вторжение. Так он мог обслуживать и Украину, вторжение в Украину, чем он, собственно, сейчас и занимался уже в прошедшем времени довольно активно. Это уничтожение этого хаба, этого логистического центра, это огромная проблема для российской армии, поскольку он был не просто местом хранения, то есть не просто свозили эти снаряды и там пускай себе лежат, нет. И вот именно что был логистическим таким центром, куда, во-первых, со всей России съезжались эти снаряды, то есть регулярными поездами по расписанию туда свозили снаряды из разных заводов, и не только снаряды, с разных заводов, раскиданных по всей России, туда их привозят, там их сортируют, разделяют на специальные кучки, эти туда, эти сюда. А потом уже из этих всех куч формируют пакеты для той или иной бригады, для того или иного направления. То есть, допустим, у вас есть танковая бригада, ей нужно, естественно, больше танковых снарядов, и там на этом складе сидят специальные люди, собирают пакет снарядов для этой танковой бригады, то есть там побольше танковых снарядов, поменьше, там, не знаю, зенитных, побольше бронебойных каких-нибудь, туда-сюда. В общем, собирают специально для нее, грузят эшелон, загружают, и поехал этот эшелон для специальным посылками для этой самой танковой бригады, туда, где она стоит, где она воюет. Собственно, благодаря этому бригада могла приехать, то есть там не дежурить постоянно на вокзале, что вот то одни приедут снаряды, то другие. Нет, приезжают, сразу грузят, и все, она полностью обеспечена снарядами на некоторое время. То есть, в общем, довольно разумная система была создана, но сейчас эта система без этого логистического центра работать не может, потому что теперь между заводом-производителем снарядов и, собственно, этой самой бригадой, в которой предназначается, нет этого логистического хаба. То есть, я не знаю, как они прямо грузовиками будут везти прямо с завода в бригаду эти снаряды. Наверняка, конечно, будут сейчас применять какие-то суррогаты, то есть какие-то промежуточные центры комплектования вот этих вот снарядных составов, снарядных поездов для бригад. То есть, какие-то другие старые, наверное, будут использовать склады логистические и так далее. Но в любом случае, вы себе представляете, какими проблемами это обернется. Потому что у вас была хорошо отлаженная система, которая работала как часы, туда привозили снаряды из разных заводов и оттуда отправлялись уже эшелоны, специально подготовленные для поднуждой фронта. Сейчас все это надо переделывать, перестраивать, распределять потоки снарядов на другие логистические центры, на другие какие-то склады. Искать место на этих складах, а места нет. Почему? Потому что даже этот склад был забит, переполнен снарядами. В эти склады, на которых нет места, туда опять могут прилететь дроны, опять там все повзрываются. Потому что, естественно, украинская разведка сейчас будет отслеживать через американские спутники, по какому маршруту пойдут эшелоны со снарядами с заводов, по каким новым адресам. И по этим новым адресам тоже, естественно, прилетят дроны и так далее. То есть, перекраивать движение поездов надо, ломать графики поставок и так далее. Это обязательно, на деле к чему это приведет, обязательно приведет, естественно, к нехваткам боеприпасов у российской армии на северном и восточном управлении. То есть, имеется в виду в Курской, Белгородской, Харьковской областях, может быть даже в Донецкой, на севере Донецкой области. Собственно, там, откуда шло снабжение с этого самого логистического центра в Тверской области. То есть, на самом деле, у России сейчас появится большая, вероятнее всего, нехватка с боеприпасами. Перебой, давайте скажем, не нехватка, а перебой. Потому что, конечно, да, там погибло 2 миллиона или там несколько миллионов снарядов, но российская промышленность выпускает их в огромных количествах, поэтому как бы нехватки, скорее всего, в ближайшее время не будет. Но будут перебои с поставками, потому что где-то этих снарядов будет много, а где-то их будет мало. И не будет вот этой логистики хорошей, которая могла бы связать воедино это и нормализовать давление в обеих этих локациях. Так вот, с этого склада, насколько я понимаю, ну, почитал всяких военных специалистов, шла примерно треть всех боеприпасов на фронт российско-украинской войны. И, по сути дела, в общем, сейчас нанесен колоссальный удар по обеспеченности нынешних воюющих российских частей подразделений российской армии этими самыми боеприпасами. Конечно, не сразу проявятся, потому что у них наверняка есть какие-то запасы у этих частей подразделений. Но через 2-3 недели, я думаю, они почувствуют нехватку боеприпасов, пока будет идти все это перестроение, все это логистики, изменение маршрутов, изменение сроков поставки и так далее. Конечно, дефицит не будет тотальным, то есть, скорее всего, не будет ситуации, когда вообще ноль снарядов, такого вряд ли произойдет, но лимиты на стрельбу, которые есть у каждой российской пушки, пойдут вниз. То есть, условно говоря, сейчас лимит на стрельбу, какая-нибудь 152-миллиметровая гаубица может выпустить за сутки 20 снарядов или 50 снарядов, а ей скажут, все, теперь не 20 и 50, теперь 5 и 7, и не больше, потому что больше не закончились, сгорели они. На работе. Кажется, что немного, ну, что как бы разница небольшая, но масштабы фронта это огромная разница, огромная помощь украинской армии, если даже в 2 раза упадет использование снарядов россиянами. А я думаю, оно упадет не в 2 раза больше, я думаю, в 3 и больше раз упадет. На отдельных участках фронтов, надо понимать, что не везде, естественно, только вот, скорее всего, на северном участке, где Курская область, где вот сейчас там идут серьезные бои. В общем, это очень большое подспорье для украинской армии и облегчение, это приведет к снижению, существенному снижению потерь среди украинцев, что особенно, как мне кажется, важно. Отметить хочу еще один момент. Там же хранились КАБы и ФАБы, то есть авиационные бомбы с донаведением российские. И без них, вот если у их будет нехватка серьезная, то без них воевать будет россиянам особенно тяжело, поскольку, в общем, эти КАБы и ФАБы являются главным атакующим оружием российской армии, главным наступательным оружием. Без них наступать будет гораздо сложнее россиянам, чем с их помощью. Поэтому, как бы, ждем еще и вот этого приятного небольшого бонуса, то есть сокращения бомбардировок украинских позиций с помощью российских авиабомб. Ну и ПВО. ПВО, мы видели, взрывалось там. То есть вот такие... ПВО всегда так взрывается очень красиво, как салют. Так в разные стороны такие взлетаются, как полосками такими. Так вот, ПВО взрывалось, то есть ПВО тоже сократили запасы средств ПВО. И в условиях присутствия украинских самолетов Ф-16 это может стать большой неприятностью для российских войск, для российской авиации, потому что у них не будет достаточно возможности для самозащиты с помощью средств ПВО. Опять же, я сейчас это, естественно, теоретизирую, не знаю, как там все это на практике будет выглядеть, но это абсолютно разумные, логичные последствия уничтожения гигантского суперсклада боеприпасов. То есть по-другому не будет. Когда у вас есть много боеприпасов, у вас, в общем, плюс-минус все хорошо. Когда у вас мало боеприпасов, все особенно становится плохо на войне, естественно. Так вот, я думаю, этот удар, кстати, надо сказать, что вы привели совместно Службу безопасности Украины и Вооруженной силы Украины, так вот, этот удар будет иметь не просто существенные, но растянутые во времени и очень существенные негативные последствия для Вооруженных сил России. То есть это не просто одномоментная какая-то проблема, эта проблема будет растянута во времени, потому что запасы ликвидированы гигантские, этих самых снарядов и всяких других боеприпасов. Там сейчас в России, кстати, естественно, по этому поводу прошла паника, взрада, всех обвиняют, обвиняют особенно генерала Булгакова, которому не повезло участвовать в открытии этого самого центра логистического в 2018 году. Кстати, генерал Булгаков уже находится в следственном изоляторе, поэтому хуже ему уже, видимо, не будет, если его только не решат расстрелять. Так вот, сейчас, конечно, все ищут виноватых, но я предполагаю, что виноватых их не найдут, потому что там все было сделано в рамках, собственно, российской обычной документации. Сам Владимир Путин говорил, что снипы, хрипы, это все полная фигня, то есть регулирующие всякие постановления, по которым необходимо, то есть стандарты строительства, это все полная фигня, их нужно отбросить, потому что они мешают развиваться и так далее. Вот сделали склад боеприпасов, не соблюдая стандарты, и получили то, что получили. Поэтому я не думаю, что там генерал Булгаков, конечно, воровал очень много, но я не думаю, что он прям все украл. Скорее всего, там делали все по велению Путина, то есть без соблюдения любых стандартов. Ну и плюс, надо понимать, конечно, когда строили эти склады, никто и думать не... Тогда вообще не было даже такого оружия, как дальнобойные дроны. Крылатых ракет ни у Украины, ни у стран Балтии нет. То есть я думаю, они даже не предполагали, что кто-то будет по этим складам бить крылатыми ракетами. Кстати, на одном из роликов, которые оттуда поступили, слышно очень хорошо звук реактивного двигателя. То есть вполне возможно, что в этот раз Украина применила как раз свои первые крылатые ракеты, или дроны с реактивными двигателями, помните, их нет совсем недавно. Владимир Зеленский анонсировал их появление на вооружении украинской армии. То есть по сути дела мы сейчас видим, что российская армия, вот как и с заводами нефтеперерабатывающими, опять же Россия не была готова к тому, что эти заводы кто-то начнет атаковать. И когда такие атаки пошли, в России возник уже по сути дела дефицит бензина. И резкий рост цен на бензин пошел. То есть мы видим то, что Россия готовилась к войне атакующей. Она не готовилась к оборонительной. И когда она сама оказалась под ударом, то выяснилось, что никакой серьезной защиты от дальнобойных мощных ударов у нее по сути дела нет. Поэтому я думаю, вот это развитие дронов дальнобойных, это будет конечно важнейшим направлением развития украинской военной и военно-технической мысли. Потому что мы видим эти дроны, которые в общем-то копеечные. Ну хорошо, они не копеечные, они там конечно стоят. Один дрон, не знаю, может быть 20-30, может быть 50 тысяч долларов. Если действительно с реактивным двигателем там были применялись дроны, то они уже подороже. Я думаю, они там несколько сотен тысяч долларов стоят. Но, вы же понимаете, вот это одна такая история, где сгорели снаряды на десятки миллиардов долларов. То есть эти дроны стоят реально сущие капиталы. Даже если вы тысячу этих дронов отправите, все равно они окупятся. То есть Украина нащупала вот эту точку слабости российской. И в эту точку сейчас бьет. И как мы видим, результаты превосходят все ожидания. Ну и смотрите. По данным, что происходит сейчас еще? По данным западной прессы, россияне собрались атаковать сейчас, контратаковать в Курской области. То есть выбить украинские войска за границы России. То есть, как они говорят, освободить территорию. Хотя, на самом деле, если там ниже я расскажу, на самом деле, украинская армия в этой ситуации, в Курской области, скорее выступает в качестве силы освобождения, чем российские и особенно кадыровские батальоны, которые там бесчинствовали и утворяли вообще такое, что просто на голову не налазит. То есть они вели себя и ведут себя в Курской области хуже любой оккупационной армии. То есть, не знаю, оккупанты редко ведут себя настолько жестоко по отношению к местному населению, и как россияне ведут себя на своей собственной территории. Так вот, и сейчас россияне, по данным западной прессы, там New York Times писала о том, что собираются собрать группировку в 50 тысяч с лишним человек, чтобы выбить ВСУ за границы Российской Федерации. Но, как мы видим, группировка-то это половина дела, то есть именно люди, да, и для этих людей нужно оружие, и для оружия нужны снаряды, нужны боеприпасы. И, как мы видим, с боеприпасами сейчас могут возникнуть очень серьезные проблемы, потому что как раз именно группировка, российская группировка войск Север, базирующаяся в Курской области, она, основной источником боеприпасов для этой группировки был как раз вот этот склад в Тверской области, который прекратил свое существование на неделю. И, если вы собираете кучу войск в одном месте, но стрелять этим войскам нечем, то вам, естественно, гарантированы очень серьезные неприятности, что сейчас и происходит. Российская армия там пошла в наступление неделю-две назад, пытаясь деблокировать Глушковский район, отрезанный со всех сторон украинскими войсками от основной части России, а также с северной части, с севера Глушковский район был отрезан от остальной части России рекой Сейм. И россияне пошли в контрнаступление и даже сумели деблокировать вот те войска, которые у них там находились в этом самом Глушковском районе, но практически сразу пошло наступление с юга украинское, контрнаступление на контрнаступление и украинские войска сумели отбросить на несколько десятков километров россиян к северу. То есть в тыл атакующей российской группировки зашла украинская группировка. Таким образом, россияне прекратили наступать на город Суджу, основной центр их наступления, и оказались в ситуации, при которой им необходимо на ходу фактически выстраивать оборонительное сооружение, чтобы не оказаться с голой задницей, потому что украинцы били как раз именно с тыла по российской армии. Сейчас информации о том, что там именно происходит не очень много, потому что дела для вооруженных сил России, судя по всему, идут так себе. Почему я так говорю? Во-первых, потому что украинцы не дают никакой информации о происходящем там. То есть опять соблюдается полное молчание, нет каких-то данных подробных о боях в этом районе. Однако российские военкоры сами пишут, что ситуация сложная, ситуация плохая, очень тяжелая, напряженная и так далее. То есть очевидно, что поводов для радости у них нет. И сейчас они молчат о том, что происходит, более подробную информацию не дают. Хотя в первые дни контрнаступления российского они прямо аж светились отчасти и там публиковали длинные-длинные списки населенных пунктов, откуда украинцы вроде как вынуждены были отступить. Правда, потом выяснилось, что из этих длинных списков там буквально 2-3 села только были россиянами захвачены, а остальное все это тра-ля-ля. Ну и знаете, глядя на карту, просто понимаю, что если украинские маневры, вот этот проект пройдет как надо, как задумано, если вот это контрнаступление против российского контрнаступления получится, то в окружение попадет не только район, вот этот Глушковский район с российскими войсками, которые там изначально находились, но и дополнительно попадет довольно большая российская группировка, с помощью которой россияне пытались осуществить это самое контрнаступление. То есть может получиться все даже интереснее, чем задумывалось изначально украинским командованием. И тут я хочу смотреть, что отметить. Россиянам очень сложно сражаться в этом самом Глушковском районе по ряду причин. И давайте эти причины я уже перечислю в следующей части.